Бой в промежуточном весе Участником того же гран-при стал и россиянин Шамиль Забуров, который проведет бой против малоизвестного корейца с чудо-рекордом Бон Джим Кима. К слову, главным призом в гран-при станет 1 миллион долларов США. 29 января в Денвере на турнире UFC on Fox 23 состоится интересный бой в легчайшем весе. Алекс Кассерес и Джейсон Найт выявят между собой сильнейшего. Первый номерной турнир UFC в 2017 году под 208-м порядковым номером пополнился поединком экс-чемпиона промоушена в среднем весе легендарного Андерсона Сильвы. Паук 12 февраля встретится в октагоне с опасным финишером Дараком Брансоном. Экс-чемпион Биллатор в полутяжелом весе Лиа Магири проведет свой следующий бой на турнире Биллатор 173 в Северной Ирландии. Соперником британца станет одноклубник Конора Макгрегора Крис Филдс. Громкий реванш между Тайроном Вудли и Стивеном Томпсоном составит кампанию, уже ранее нами анонсированную противостоянию между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном на турнире UFC 209. Напомним, что первая очная дуэль между бойцами закончилась ничьей. Также в карт турнира угодил бой в полутяжелом весе. Эд Херман, уступивший в крайнем бою Никите Крылову, проведет бой против Хорвата Игоря Покраица. Асланбек Саидов, уступивший в крайнем бою свой титул чемпиона Лиги ECB в полусреднем весе Брэду Куперу, во многом из-за спорной остановки боя рефери поединка, получает незамедлительный реванш против американца. Площадкой для этого боя станет турнир ECB 54 в Манчестере, Англия. Лондонский турнир UFC продолжает обрастать мясом. Так, состав участников будущего ивента угодил поединок двух англичан. В средней весе Брэд Скотт и Скотт Аскем определяют сильнейшего. А еще один местный боец Даррен Стюарт проведет реванш против бразильца Франсимара Бороссо. Также в октагоне мы увидим и ветерана ММА Брэда Пикета, для которого этот бой станет последним в карьере. Соперником англичанина станет мексиканец Энерики Брионес. Яна Куницкая, завоевавшая в крайнем бою титул чемпионки Invicta FC в легчайшем весе, одолев Тоню Эвенджер, вскоре была лишена пояса из-за якобы запрещенных действий в бою с ее стороны. А результат боя был изменен на No Contest. И теперь 25 марта девушки снова попытаются выяснить между собой сильнейшую. А на этом у нас все. Если вам интересна такая рубрика, то ставьте лайки и делайте репосты. А также не забывайте подписываться на наш канал на YouTube. Все ссылочки будут в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok